это короткий видео обзор отеля spice hotel and spa расположены в велике на входе встречают такой каскадный бассейн со слониками пафосный почему-то напоминает мне такому стилю обычно строить в друзья в этом небольшом видео обзоре мы с вами посмотрим территорию отеля посмотрим номерной фонд продегустируем кухню и узнаем о всех услугах которые нам оказывает и предлагает данный отель так что досмотрите это видео обязательно до конца в конце мы подведем с вами итоги и решим стоит ехать отдыхать в этот отель или же нет данный отель расположен нас в регионе белек на берегу моря на первой береговой линии он имеет очень большую красивую территорию оформлен он как мы видим в таком дворцовым восточном стиле то есть если вы ищете отель таком арабском стиле то однозначно это тот вариант который вы искали также много стиль похож на марокканский ножка на индийский то есть смотрите все увидите данный отель представляет собой одно основное пятиэтажное здание и два дополнительных трехэтажных здания и еще есть комплекс из 22 1 и и двухэтажных вилл то есть данный отель предназначен для комфортного отдыха семейных пар и отдыха с детьми ну и далее предлагаю вам послушать сотрудника отеля который там очень подробно сейчас расскажет о всех прелестях данного отеля необходимости пользоваться нашим официальным сайтом потому что мы его в этом году сделали новый сайт запустили буквально информация по номерам и сколько вы желание сколько метров квадратных динокроз и тому подобное вся информация можете найти на нашем официальном сайте по новинкам нашего отеля собственно самое важное что я хочу рассказать новинки нашего отеля в этом году собственно че что мы приготовили для вас и для ваших гостей для наших гостей в Баламдару первый момент который я прям прижали к стенке убегать все первое что мы приготовили или русская звезда у вас практически только немного не Голливуд и немного не звезда но такого местного турецкого можно сказать первое что я вам хочу сказать это о наших ремонтных работах на территории нашего отеля начнем с вами с первого момента это с номеров собственно потому что номера это очень необходимая информация для вас и для ваших гостей что мы сделали с номерами во первых мы завели косметический ремонт во всех номерах полностью абсолютно во всех это мы берем и главное здание дополнительные корпуса везде мы сделали косметический ремонт в чем он заключается это не только там покрасили стены и тому подобное нет мы пол стены мебель кровати меняем и также меняем весь текстиль то есть грубо говоря как мы возобновляем всю нашу новую базу в этом году следующий такой также в мебель на балконную мебели тоже балконы включаем в номерах скажем так следующий момент главный ресторан сегодня уже тогда мы спустимся с вами вниз я вам уже покажу наш новый главный ресторан собственно данный момент буфетная зона вы увидите зона буфета уже полностью сделана зона уже посадочная немного мы будем дорабатывать еще заканчивать потому что мы только немного сделали косметический ремонт дальше у нас был очень большой поток групп поэтому не смогли закончить это дело но я думаю что ближайшие долларах планируем п国 хочешь марта месяца то среди на карту proceeds break значит поэтому этому систему сезона же будет полностью все наische land что данный момент zijn когда пойдем гулять увидеть это что некоторые номер некоторые блоки данных вообще запрiste закон depois плана Near York от нее который поставок живут костяк услышл она как бы таким вариантом одни номера были и реновируем вторых которые живут гости поддом меня реновированные номера мы Мы селим гостей, не рекомендовированные, а закрываем. И также складываем ресторан. Если вы увидите, что что-то сделано, что-то еще будет заканчиваться до середины марта. Следующий момент это наши бассейны. Все бассейны. В этом году мы делаем полную реновацию. То есть полностью во всех бассейнах мы меняем плитку и плитку в прилегающих территориях. Также хочу сказать, что в этом году, в прошлом году, мы сделали бассейн с подогревом. Открытый, большой, внешний. Многие этого не знают, поэтому я вам покажу немного позже, когда мы выйдем на террасу, потому что у нас большой бассейн, наш 5000 метров квадратный. Вот мы его переднюю зону отделили, 1500 метров квадратных. Мы отделили и сделали его как бассейн с подогревом. На новогодние праздники у нас он работал. Сейчас мы его закрыли, да, закончилось это работает. И дальше уже открывается он с 1 марта. И будет с 1 марта по 15 мая будет у нас работать. То есть все между зоней мы затрагиваем. И также хочу уже наперед вам сказать за осень. На осень тоже у нас будет работать бассейн с подогревом. Мы уже утвердили то, что будет полностью работать в ноябре, юре, декабре. То есть как бы вам на будущее, чтобы вы можете спокойно бронировать гостей. И также, конечно же, ну, нормироваться на все территории отеля. То есть не только заключается в главном здании и в бассейнах, во всех меняем плитки. Ну и в целом вся территория. По поводу системы питания. У нас раньше был такой момент, что в главном ресторане у нас каждую вторую неделю, в четверг у нас был какой-то интересный день в аля-кад ресторане. Тематические кухни у нас были раньше. Это земноморская кухня, турецкая, итальянская кухня, индийская, мексиканская были у нас раньше. В этом году мы ввели, что эти же тематические дни у нас остаются в главном ресторане. Только теперь будет не каждые две недели, а каждую неделю. Вот каждую неделю у нас по четвергам. То есть у нас в ресторане интернациональная кухня. Ну, в один день мы к этой интернациональной кухне мы добавляем также эти тематические дни. То есть у нас в этом году будет уже 8 разных кухонь. Из раньше было 4, сейчас будет 8. Это будет индийская, мексиканская кухня, земноморская, турецкая, русская кухня. Также у нас всегда есть русский ОГО в нашем главном ресторане. Также различные кухни, африканская, американская кухня. То есть в один день можно пробовать что-то интересненькое. В прошлом году это показало нам позитивный результат, потому что всем гостям нравилось. Что в один день можно что-то интересненькое увидеть в главном ресторане. И в этом году мы его еще добавили и приумножили. По поводу а-ля-кад ресторанов. Мы подумали, что раз уж, скажем так, живая музыка и так есть, и она всегда привлекает гостей. Концерты, живая музыка всегда привлекает всех гостей. То мы решили, почему бы нам не сделать живую музыку еще в а-ля-кад ресторанов. Отныне у нас будет в Аля Катер ресторан также проходить живая музыка, будут играть коллективы, это будет живая музыка, не какая-то более энергичная, все-таки будет более сорт-музыка, более джазовая музыка, нейтральная, чтобы не мешать себе наслаждаться едой, потому что в Аля Катер ресторан гости приходят, чтобы насладиться едой. Это по системе питания, я думаю, что я уже детально всё потом покажу Давайте пойдём с вами на террасу и я вам покажу монументы Нашего отеля, когда я рассказываю, я всегда говорю, я могу сказать, что у нас с отеля в индийском стиле, вы мне поверите Могу сказать, что марокканском вы мне поверите, могу сказать, что в арабском вы мне поверите Знаете, этот стиль наш, как меня его зови, мы всё скажем, что поверите Потому что здесь у нас идет смешание культур, у нас здесь немного и Марокко, и Индия, и Азия, и Сманская минферия Потому что у нас в отеле очень часто снимает BBC различные фильмы про Сфанскую империю. Поэтому к Сфанской империи мы тоже похожи. Вот я вам говорила, мороженое у нас фирмы, фирма Magnum. Очень классная фирма, она считается в Турции самая элитная фирма мороженого. Вот можно угоститься в передней части мороженым, также французскими вафлями. К французским вафлям полагаются различные, там стоят миллион разных видов начинки, можно добавлять. То есть там у нас, скажем так, зависают маленькие наши гости всегда. Уже другая часть работает уже как более стандартный бар, там подают уже напитки. Также можно выбрать самые разные напитки. Верно в течение дня целый день? Да-да-да, абсолютно верно. Дальше уже, если мы посмотрим, вы можете видеть, от снайк-бара с правой стороны небольшое такое здание находится. Вот там у нас находится снайк-бар, который работает по концепции турецкой еды. То есть там уже можно выбрать кебабы, пиде, различные донеры. Там уже более турецкая традициональная кухня. Рядышком находится шаттл, в котором делают гюзлеме. Гюзлеме турецкие лепешки с разной той же начинкой. Можно прям прийти и сразу же выбрать начинку, и прям при вас приготовят тетушке эти гюзлеме. Уже дальше, вы можете видеть, прямо возле пляжа находится довольно большой такой снайк-бар. Это у нас снайк-бар, который работает у нас по европейской кухне. То есть там уже более европейская кухня, можно покушать по меню, выбрать различные блюда. По поводу этого снайк-бара хочу сказать, что это снайк-бар, снайк-ресторан, который работает днем. Но вечером он превращается в а-ля-кат-ресторан. То есть это, скажем так, это дневной а-ля-кат-ресторан, который работает для всех гостей бесплатно. Вечером он уже превращается в платный а-ля-кат-ресторан рыбный. По поводу а-ля-кат-ресторанов. А-ля-кат-ресторанов у нас на территории отеля 4. Они все платные, цена его 15 евро. Раньше они у нас были бесплатные, но поскольку наши гости любят сделать резервацию и потом не прийти, мы пришли к выводу, что лучше бесплатный а-ля-кат убрать. 15 евро это маленькая стоимость, это чисто символическая стоимость для гостей, но тем не менее они уже ощущают, что я же заплатил, нужно прийти. И у нас а-ля-кат-ресторан больше не пустует, потому что было очень жаль, когда все было готово, а гости не приходили, приходила только половина гостей. Как вы слышали, как я вам рассказала, показала, у нас еда в принципе в этом формате есть везде, на каждом шагу. Но вот когда ты хочешь лежать на шезлонге и просто лежать на шезлонге, полностью отдыхать и отдаться отдыху, но хочется покушать, а вставать лень, вот для таких гостей у нас есть собственно ВИЧ-концепт, ВИЧ-сервис. То есть в течение дня с 9 часов утра до 5 часов вечера там идет полная раздача еды. Утром начинается семитый мини-завтрак, дальше едут мидии, креветки, вареная кукуруза, жареная кукуруза, фрукты, охлажденный полотец для того, чтобы освежиться. То есть в течение дня эта еда постоянно повторяется. Конечно, разнообразие не такое большое, потому что можно подойти в снэйк-бар, в один, второй, в третий и можно что-то заказать. Но тем не менее на пляже также ездят. Конечно, конечно, все бесплатно. Все, о чем я рассказываю, в принципе, бесплатно, если платно, то я уточняю цену. То есть есть вот еще такой у нас ВИЧ-концепт, и я думаю, что он нам помог в этом году стать самым лучшим пляжем в Белеке. По поводу детской концепции, хочу вам сказать так, что ну как всегда, как во всех отелях стандартно, мини-клуб. У нас мини-клуб есть на улице, а в холодное время года он работает внутри. Я вам покажу, тоже напротив главного ресторана находится. Тоже опять-таки удобно, когда плохая погода, не нужно никого, детей тащить на улицу. Спокойно оставили внутри мини-клуба, и они также развлекаются. Рядышком возле мини-клуба у нас находится за вот амфитеатром, который мы все с вами видим. Там находится мини-клуб, довольно большая территория. Рядышком находится аквапарк для детей, для совсем маленьких. Глубина того бассейна составляет всего лишь 40 см, да для малышей. Вот там мы в этом году аквапарк будем полностью менять. Мы сделаем новый аквапарк. И рядышком находится уже аквапарк, который более для взрослых, для тинейджеров. Он тоже небольшой, но тем не менее всем хватает, все всегда довольны им остаются. По поводу детей, скажем так, самый главный момент, который я вам хочу сказать. У нас есть отдельный, также детский концепт. В чем он заключается? Вот когда у гостей есть детки до двух лет, у нас для них есть этот детский концепт. В чем он заключается? Когда гости заезжают в отель, у них в номере есть анкетка, с которой они могут выбрать абсолютно любые пункты, и даже все пункты тоже могут выбрать. Это все идет бесплатно, уже включено в концепцию. Что в этой анкетке, собственно, есть? Есть памперсы обычные, памперсы для плавания, детское питание, смеси, баночное питание. Также слюнявчики, также детские подогревательные механизмы, горшки, ванночки. То есть это все абсолютно можно выбрать бесплатно. Что? Спасибо. Это все можно абсолютно бесплатно выбрать. То есть поэтому я всегда говорю, что когда в наш отель едут гости, в принципе, когда мне пишут, что нужно брать для ребенка, мы говорим, что в принципе, можете ничего не брать, потому что мы можем... Ребенка только возьмите. Ребенка возьмите, да, не забудьте ребенка, самое главное. А все остальное мы сделаем, скажем так, со своей стороны. Но есть только момент, что мы раньше выдавали это, скажем так, в неограниченном количестве, когда гость попросит, мы сразу же выдавали. В этом году мы немного... Мы уже решили, что при заезде только один раз мы будем это все выдавать, и все. Потому что очень многие гости... Ну, вы понимаете. Ослабляются сильно. Ну, и да, очень любят набирать памперсов, а потом, когда хускипинг выбирает, смотрят, ну, убирают в комнате и видят там шкафчики, целая уже стопка памперсов лежит. Там, мне кажется, уже можно 10 детей обслужить этими памперсами. Поэтому мы решили, что только во время заезда будет один раз это все выдаваться, и все. Ну, по надобности, конечно, мы поможем еще выдать, потому что бывают разные обстоятельства. Коляски у нас вот по поводу детского концепта. У нас идет только один момент платный, это детские коляски. И все остальное абсолютно бесплатно. По поводу цены колясок нужно уточнять, потому что мы в данный момент цену поменяли, и я вот новую цену пока что еще не уточнила. 13 лет. Но там внутри есть свои под-мини-клубы. С одной стороны, там мини-клуб совсем как ясельки, там могут приходить родители с детками играться. Детей до 4 лет оставлять в мини-клуб с ними нельзя. Но вот сам мини-клуб, он делится несколько частей. Одну, скажем так, ясельки, вторая уже более для взрослых, и также есть еще и тенейдж-клуб. То есть детей любого возраста можно отдать и занять их. И по поводу анимационной программы. Закончу уже такой момент. То, что анимационная программа у нас в этом году мы ее еще расширили. То есть у нас отель все равно все более говорят, что это отель более семейным концептом, но со своей изюминкой. Во-первых, вы можете видеть данную сцену такую черную большую. У нас мини-клуб работает в две стороны. Одна сторона к нам сейчас с вами там проходят вечеринки, и другая сторона амфитеатр, где проходят вечерние шоу. В этом году мы расширили нашу анимационную программу. У нас будут различные классные вечеринки. Действительно веселые, яркие. И вечеринка из Шампань, которая вечеринка шампанского льда, которая проходит в большом бассейне. И вечеринка у нас будет, будет вечеринка Тедди, которая концепт заключается в том, что это будет вечеринка, скажем так, знаменитости. То есть будут гулять, будут гулять приглашенные, как бы это приглашенный аниматор. Это не наши аниматоры с такими большими головами разных суперзвезд. То есть концепт будет какой-то, то есть это будут гулять, как суперзвезды по отелю. Также будут различные вечеринки у нас на пляже. Это вечеринка 4 цвета, в которой участвуют хна, все обкидываются в дно. И дальше это пенная вечеринка. Также вечеринка у нас будет Джеймса Бонда. Тоже интересный концепт у нас придумали для этой вечеринки. В целом яркий отель. Яркий, интересный и днем, и вечером. Потому что вечером, например, каждый день проходит у нас шоу классное, действительно качественное, в модитеатре. Также вот за снэкбарем вы видите площадочку. Там у нас проходит живая музыка, концерты проходят у нас на футбольном поле. В этом году концерты мы уже делали анонс. У нас 2 мая у нас будет 2 Маши. Также в мае у нас на майские концерты будет еще 2 концерта. Но там еще звезд, но пока что с ними еще они борются за свой гонорар. А мы настаиваем на своем гонораре. Поэтому 2 звезды у нас также на майские праздники еще будет. Я еще дополнительно буду отправлять всю информацию вам тоже на e-mail. И 11 июля у нас будет Маруф. Знаете, что это очень популярная звезда. И Монатик у нас будет 28 августа. Монатик у нас был в прошлом году. И в этом году мы пригласили Монатика, потому что это была бомба. У нас генеральный менеджер, который турок, который не понимает на русском ничего. Но он так сидел и, боже, какой он классный. Так что в этом году у нас, как бы, Монатик был действительно великолепный. И вот если гости смотрят на август месяц отдых, ставьте его на Монатика. Потому что очень крутой концерт был в прошлом году. В августе? А еще июля кто? Маруф. Да, да, да. 11 июля будет Маруф. У нас концерт наших концертов какой? Мы на концерты никогда не берем гостей извне. Мы делаем концерты только на наших гостей. Во-первых, это бесплатно. Во-вторых, мы на эти даты не делаем никаких наценок. Вы понимаете, да, многие давали. У нас нет никаких наценок. Мы не зарабатываем извне на гостях тоже на этих концертах. Потому что нас очень часто спрашивают, можно ли приехать на концерт, сколько стоит. Мы не берем никогда из них. Только знакомых мы часто приглашаем, а так гостей мы не берем из них. Эти концерты приходят только для наших гостей в нашем отеле. Я думаю, что я вам все рассказала. Давайте прощаться. Зимой какая анимация? Вот сейчас что у вас есть? Зимой у нас, конечно, софт-анимация. У нас работает, как и работал летом, так и работает в зимнее время. Работает мини-клуб. В целом, каждый вечер у нас проходит в лобби, уже в холи-лобби. У нас проходят различные, ну, как везде. Моис. Да, проходят различные анимационные, скажем, назовем их конкурсы. Потому что это все-таки различные киноквиз и тому подобные, музыкоквиз и тому подобное. Да, живая музыка у нас каждый вечер в лобби-баре. И также, конечно же, дискотека. И по поводу бассейна. Если у нас есть внешний бассейн с подогревом, у нас есть и внутренний бассейн с подогревом в СПА. То есть для всех тех бассейн, которым всегда холодно, вот у нас в СПА, у нас всегда закрытый бассейн с подогревом в СПА, всегда у нас полный. И на новогодние праздники мы включали бассейн с подогревом внешний, но, скажем так, там было три человека, потому что все были в СПА в закрытом бассейне. Мы так, мы такие были устроены, потому что мы открыли этот бассейн, специально все оборудовали, сделали там рядышком бар в этом небольшом павильончике. Но в итоге все гости все равно были в СПА в закрытом бассейне, поэтому мы в этом году немного пролетели с этой идеей открытого бассейна на новогодние праздники. У нас есть главное здание, на территории которого мы находимся сейчас с вами, мы можем сейчас его видеть в данный момент. Также у нас есть фэмили корпус, уголок которого мы можем видеть, там фэмили у нас номера все находятся. И также у нас есть отдельный корпус, называется пул номера. Вот у нас есть стандартные номера, стандартный номер с видом на окрестности, лендвью, с видом, частичным видом на море и с видом на море. Эти все номера находятся в главном здании. Пул номера находятся в отдельном здании. И мы всегда даем все исключительно по резервации. То есть какой номер забронировал, такой как бы и получил. Пул номера с номером, стандартным, с частичным видом на море по цене идут одинаково. Но многие, например, думают, что пул номер это не номер в отдельном корпусе, а это номер с видом на бассейн. Поэтому очень много есть такой путаницы, поэтому по поводу пул номеров вообще, что вы спросили. У нас это отдельное здание, запомните, пожалуйста. Также мы всем туроператорам всегда пишем об этом, чтобы написали информацию об отеле. Номером у нас нет такого, что там, у нас наоборот, вот вы сказали. Вот я вам хочу сказать только один такой момент, что у нас отель, скажем так, очень адаптирован и очень дружелюбный к русским гостям. Потому что в прошлом году мы сделали так, мы очень старались нашей командой продаж, и мы сделали так, что у нас в отеле 60%, ну не 60%, процентов 50, наверное, это точно было русских гостей. И мы к этому очень сильно старались, мы действительно для этого очень много работали. И для нас это наоборот радость, что приезжает много наших гостей. Поэтому у нас нет никакого такого момента, что русских отдельно, там иностранцев у нас в главном корпусе, чтобы им было удобно, русских. У нас наоборот, у нас русские идут в приоритетии, и даже хозяин нашего отеля, он всегда говорит, что у нас на первом месте идут гости из СНГ, уже дальше у нас идёт Германия, и дальше идут оставшиеся страны. То есть такого момента нет. Но очень, например, по поводу фэмили корпуса, я сама согласна. Потому что наши гости, у нас фэмили корпус, это забит только нашими гостями, потому что наши гости делают резервацию фэмили номеров. Потому что у большей семьи намного удобнее жить, конечно, в фэмили корпусе. Но это выбор их, это их резервация. Номер категории сьют, заходим, с правой стороны мы видим ванная комната, туалет, душ, полотенце, гардеробу. Номер запрещено во всех, но некоторые гости шалят, и там по скиппинг ругаются. Что поеду? То есть это сьют или фэмили? Это сьют. Сьют. Сьют и у нас в главных номерах, фэмили у нас в отдельном корпусе. То есть на сколько он рассчитан получается? Пять человек максимально. То есть диван, еще два человека на диване? Нет, это пятый человек, это может быть, либо же подросток, то есть это всё убирается, и добавляется еще одна кровать, либо же маленький ребеночек. То есть либо же до 11 лет, либо же до 2 лет. Старше не уже невозможно. Пятого возрастного человека. Фэмили закрыты. Въехать. А вы только... Фэмили, они в один. Сейчас я вас прошу. Сейчас мы соберемся. В секунду. Так, а давайте... Так, здесь... Давайте я стою сразу. Отсвечения? Да, стоярчик. Прекрасно. Прекрасно. Спасибо большое. Это моя ленту. И еще одна банная. То есть все номера выполнят в таком восточном стиле. Президентский номер. И здесь пошло заблудиться. Ой, как мало зеркал. Ничего не видят. Ничего не видят. Давайте сейчас заберемся в той комнате. Дократируем как это. Сейчас нам просто... Это нормально. Я вот этому приду, но я тоже не обращаю к нему. Они работают очень скрептивно. У нас это упорная позиция. Очень большая красота здесь. Я думаю, все соберемся. А здесь у нас что? У нас одна спальня. Да, одна и вторая спальня. Вот так вот выглядит королевский номер, да? Как он правильно называется? Королевский? Просто скромно, королевский. Отель Spice. Номер категории стандарт. Тамбур. С левой стороны традиционный умывальник. С ванной комнатой. Здесь у нас отдельная квартиру. И двуспальная кровать. Номер стандарт категории севью с видом на море. Такие вот интересные балдахинчики. Идем с вами в ресторан. Ну, кухня в этих отелях, как правило, выше всех похвал. Есть вот такая детская зона специально для малышей. Так, посмотрим, чем же кормят в отеле Spice. С чего же начать? Ну, давайте начнем с фруктов. Фрукты. Сливы, яблоки, апельсины, бананы, виноград. Сладости. Сладости все восточные. Вкусные. Еще восточные сладости. Это уже более-таки европейский вариант сладостей. Тортики различные. Тортики. Тортики. Всякие пироженки. Зона с чаем, с кофе. Здесь есть супчик. Супчик андалуз. С различными добавками. Хлебный стол. Из лиме. Хлеб. Из горячих блюд у нас есть, смотрите, шпинат. Рыба на пару. Сезонные овощи. Рис. Отварная телятина. Курица. Рис. Мардин. Мардин. Это вкус? Фасоль. Мексиканские котлеты. Фаршированный перец. Для любителей лука, вот можно просто поесть лука или перчик. Так вот интересно представлены холодные закуски. Разнообразие сырок, холодных закусок. Традиционно овощи. Зелень. Различные соусы. И посмотрим с горячего. Еще есть курица с грибами. Есть даже гречка. Моя любимая гречка здесь есть. Яичница с рыбой есть. Отварные брофли есть. Это у нас блинчики. Для любителей пасты, спагетти. Макароны. Это у нас обжаренная индейка. Интересная курица. Картофель жареный и луковые кольца. Нагетсы, картофель фри. Фрикадельки. Рыба на гриле. Диетический буфет. То есть курица отварная. Плюс кабачки и цукини. И традиционный рис с морковкой. И так вот, видимо, здесь готовят лепешки. Всем приятного аппетита. Итак, мы вышли на территорию отеля Spice. Сейчас пройдем. Посмотрим, что же здесь есть. Достаточно так уютно. Все ухожено. Зелененькое. Вот так вот выглядит бассейн. С подогревом. Сейчас зима, февраль месяц. Здесь ведутся частично ремонтные косметические работы. То есть обновляется плитка. Вокруг бассейн треснувшие, убирается вся. Вот мы видим, в одном из бассейнов вообще целиком полностью обновляют плитку. То есть новая плитка. Пойдемте посмотрим сейчас на пляж. Данный пляж в 2019 году получил звание как один из лучших пляжей в Белеке. Его протяженность почти 300 метров. Как один из самых-самых. Посмотрим, что же тут такого самого-самого-самого. В зоне пляжа у нас есть небольшое футбольное поле. Есть большое футбольное поле. Полноценное. Ну и давайте подведем итог данному отелю. В данном отеле отлично сочетаются дворцовая марокканская архитектура, живописнейшие пейзажи и восточное гостеприимство. То есть попадая в данный отель, создается ощущение, что вы попали в восточную сказку Средиземноморья. То есть мы видим комфортабельные номера, созданные в стиле ренталь с марокканским акцентом, плюс безупречный сервис. Кстати, многие из предметов интерьера проделали свой долгий путь из Индии и Марокко и были лично выбраны владельцем отеля во время своих путешествий. То есть можно сказать, что это отличный вариант для комфортного отдыха семейных пар и отдыха с детьми. Друзья, если вас заинтересовал данный отель и вы хотите узнать стоимость проживания в нем, то переходите по ссылке в описании к данному видео, оставляйте свои координаты и мы с удовольствием вам поможем. Друзья, на своем канале мы делимся с вами полезной информацией о путешествиях и рассказываем вам о том, как отдыхать с комфортом и при этом не переплачивать. Спасибо, что не забыли поставить лайк и подписаться на канал. И до встречи в следующих выпусках. Пока-пока!